МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Полицейские и спасатели будут ездить на новых машинах. Автопарк Департамента внутренних дел и Департамента по чрезвычайным ситуациям пополнился новым служебным автотранспортом. В Караганде подвели итоги поэтического конкурса, посвященного памяти Хасыма Аманжолова. За главный приз боролись 17 претендентов из 9 регионов страны. В Караганде состоялась читательская конференция «Летопись независимости» по книге главы государства «Эра независимости». В мероприятии приняли участие студенты, политологи, историки и поэты. Полицейские и спасатели будут ездить на новых машинах. Автопарк Департамента внутренних дел и Департамента по чрезвычайным ситуациям пополнился новым служебным автотранспортом. Ключи от спецмашин вручил Аким области Ирлан Кошанов. Ежегодно из местного бюджета выделяются средства на развитие экстренных служб Карагандинской области. К примеру, только в прошлом году полицейским глава региона вручил ключи от 150 спецмашин. Ирлан Кошанов также отметил, что президент в своем послании сказал, что общество ожидает от полиции коренного улучшения работы. С этой целью улучшается материально-техническое оснащение правоохранительных органов. Я думаю, население в скором времени почувствует эффект от вашей работы. Президент в своем послании сказал, главная оценка работы полицейского – это получить доверие населения. Я вот хочу пожелать вам эффективной работы, хочу пожелать удачи, успеха в вашей нелегкой работе. Пользуясь случаем, хочу поздравить сегодня всех спасателей с наступающим праздником. Это вам. На приобретение спецавтотранспорта для областного ДВД из бюджета было потрачено около 650 миллионов тенге. Закуплено 127 автомашин. Транспорт будет распределен между дорожно-патрульной, участковой службой, а также в территориальное управление внутренних дел. От себя, я от руководства хочу сказать благодарность нашему Акимову, Ерлану Жакановичу и депутатскую корпусу. Ну, в связи с чем хочу заверить вас, вот это машины распределены на основной процент 60 на патрульной полицейской службы. И заверяю вас, эту машину я буду использовать для охраны общественной, порядка раскрытия преступления по горячим следам и безопасность граждан. Полицейские отмечают, что каждая машина оснащена GPS-датчиком. Таким образом можно узнать, где находится патруль в каждый момент времени. Транспорт также оснащен другими современными средствами, как, например, видеорегистратором. Как вы видите, на данных автомашинах установлены видеорегистраторы купольные, которые имеют функцию снимать, фотографировать в движении. Дальность зума данного видеорегистратора до 300 метров в дневное время. В ночное время он может видеть до 150 метров. То есть инспектор, сидя в автомашине, может данной видеокамерой управлять, крутить на 360 градусов, приближать до 300 метров, удаляться также. И в движении до 140 км в час может снимать все, что происходит вокруг машины. Автопарк департамента по чрезвычайным ситуациям пополнился 10 машинами. На них из местного бюджета было выделено более 200 миллионов тенге. Среди новой техники особо выделяется болотоход. По словам спасателей, этот вездеход будет задействован в спасательных операциях, во время паводков и снежных заносах. В сезон зимы, особенно снегоболотоход в ВЕА, нужен также оперативно-служебные автомобили для наших районов, которые оперативно должны выехать на место чрезвычайных ситуаций. За последние годы Акиматом области большое внимание уделяется оснащению подразделений спасателей. За два года мы уже порядка на 20% увеличили процент нашей оснащенности специальной техникой. Новые спецмашины будут также распределены в территориальные подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Обеспечение населения жильем как условия стабильности. В городском Акимате обсудили вопросы жилищного строительства. В ближайшие годы в Караганде планируется расширять количество участников программ Нурложер и 7-20-25. В собрании проводили столичные гости. В их числе заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Бакжан Качаков рассказал о нововведениях, способных улучшить сферу ЖКХ. К примеру, на протяжении некоторого времени в 190 домах по Казахстану функционирует электронная система ЕШАНРАК, регулирующая жилищные отношения между жильцами многоквартирных домов и КСК. Умные системы казахстанцы смогут воспользоваться уже в ближайшее время. Данная программа тоже уже запущена. Сейчас мы для пилота выбрали 190 домов по республике. С 2019 года уже планируем увеличивать количество этих домов. И по плану мероприятий до конца как раз таки 22 года мы планируем все дома республики наши подключить к этой системе. Также на встрече шла речь о программе Нарлужер. В рамках ее реализации в ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию более 650 тысяч жилищ. Это позволит обеспечить жильем около двух миллионов граждан. В настоящее время набирает популярность программа 7-20-25. На сегодня поданы уже более трех с половиной тысяч заявок. В ходе встречи участники получили возможность задать интересующие их вопросы. Так о проблемах застройщиков рассказал депутат городского масляхата Тулеген Ашимов. То есть, агронизмский строитель фактически готов. Ну, тут есть, конечно, и проблемы, и конструкционного характера. Вот недостаточно времени на мощности артель, чтобы выбрать. То есть, конечно, требуется инвестиции на 21-е, построил того, чьё-то насосы с фанцами, но два. Это вопросы, если совершили на площадке штуки, я думаю, когда уже сейчас в принципе у нас нашла в семье. В общем, много чего уже сделано и делается. Представители Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в свою очередь, заявили, что готовы рассмотреть все внесенные предложения. Тухжан Лянов, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 18 октября казахстанцы будут праздновать День Духовного Согласия. В рамках этого дня в Караганде состоялась встреча представителей разных религий и конфессий. В мероприятии приняли участие студенты высших учебных заведений. День Духовного Согласия – это прежде всего День Милосердия и Взаимопонимания. Праздник имеет особую важность для всех казахстанцев. Ведь сегодня в Республике в мире и согласии живут представители более 130 национальностей и 18 конфессий. Нравственное и духовное единство этих народов является главным фундаментом дальнейшего процветания страны. Мы имеем не только позитивные примеры, но и негативные примеры, когда религия манипулирует политики, когда пытаются столкнуть лбами даже народы единоверные, уж не говоря, что иноверные. Поэтому наша задача, конечно, приложить максимум усилий для того, чтобы действительно в нашем государстве был мир, согласие, межнациональное, межконфессиональное. В ходе встречи было отмечено, что сеять мир в сердцах людей – это самая главная задача не только религиозных лидеров, но и всех граждан. К слову, лидеры поделились своими мнениями и взглядами о нынешнем состоянии межрелигиозных отношений. Особое внимание они уделили тому, насколько важно правильно доставлять религиозные знания до молодежи. Хочу сказать, что Католическая Церковь полностью присоединяется к этому проекту творения в Казахстане духовного согласия. Это поление нашего учения на Католической Церкви, которое открыто на другие вероисповедания, тоже на ислам, на православие, конечно. Напомним, День духовного согласия был задуман в Казахстане 26 лет назад. 18 октября 1992 года в Алматы состоялся первый всемирный конгресс духовного согласия. Уже тогда этот день обрел статус национального праздника. В Караганде подвели итоги поэтического конкурса, посвященного памяти Касыма Аманжолова. За гран-при боролись претенденты из девяти регионов страны. Победителю достался главный приз в 500 тысяч тенге. Перед началом церемонии награждения участники конкурса отдали дань памяти поэта Касыма Аманжолова, возложив цветы к памятнику нашего именитого земляка. Поэтический конкурс обрел поистине широкие масштабы. Заявки поступили от 70 человек из 16 регионов страны. Из них были отобраны лишь 17 поэтов. Им предстояло защищать честь своей малой родины и удивлять жюри стихотворным талантом. Касым Аманжолов – наше общее достояние. Он великий поэт. На конкурсе я буду выступать со стихотворением, посвященным ему. Сам я приехал из Актау. Я уверен, что для молодых поэтов, таких же, как и я, подобные конкурсы помогают приобрести ценный опыт. Согласно условиям конкурса, каждый участник должен был представить три стихотворения про Касыма Аманжолова на свободную тему и о модернизации сознания. Члены жюри оценивали произведения с учетом раскрытия тем, художественного качества и стилистического своеобразия. Ранее конкурс проводился лишь на уровне области. Желающих участвовать в конкурсе было много. Жюри были отобраны только самые лучшие. Конкурс среди поэтов впервые проводится на республиканском уровне. Вполне возможно, что в будущем он станет международным. По итогам конкурса гран-при достался корреспонденту газеты «Ортала Казахстан» журналисту Жанебеку Алиману. Тухжан Лянов, Айден Шалкар, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялась читательская конференция «Летопись независимости» по книге главы государства «Эра независимости». Обсуждение книги прошло в библиотеке имени Жаек Кабихтурова. В мероприятии приняли участие студенты, политологи, историки и поэты. Инициатором проведения конференции стала областная юношеская библиотека имени Жаек Кабихтурова. В числе приглашенных гостей – историк Нуртас Могулов, поэт Кайрат Аскаров, а также политолог Айдос Бадел. Последний дает высокую оценку книги Нурсултана Назарбаева «Эра независимости». Он уверен, что рассказов о столь ценной книге много не бывает. Эта книга – как хронология независимости нашей страны. В свое время многие дали ей высокую оценку. Она описывает путь становления суверенного Казахстана. Сегодня мы собрали студентов, чтобы обсудить с ними эру независимости. Таких встреч должно быть больше. Участниками конференции стали студенты вузов и колледжей, а также члены молодежного интеллектуального центра БОТА. Представители молодого поколения отметили, что провели время с пользой. Сегодня мы обсудили книгу «Эра независимости». В ней говорится о пути, который прошел глава государства, о том, что мы пережили. Встреча оставила самое приятное впечатление. Такие мероприятия очень важны, ведь мы, молодежь, должны знать историю нашей страны. Организаторы отмечают, что подобным образом они стараются воспитывать у молодежи чувства патриотизма и приобщить ее к чтению литературы. Тохжан Лянова, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Команда ветеранов Арселор Миттал Тимиртау заняла первое место в республиканском первенстве. Чемпионат Казахстана по мини-футболу среди ветеранских команд прошел с 5 по 7 октября в Шенкенте. Мини-футбольная команда ветеранов компании Арселор Миттал Тимиртау второй раз принимает участие в республиканских соревнованиях. И второй раз карагандинские спортсмены становятся победителями. Прошлогоднее первое место для команды стало пропуском на чемпионат Европы, который прошел в сентябре в Словении. Наша команда заняла пятое место. Что считаю это неплохим результатом, хотя могли быть выше. Немножко не хватило опыта. Участие именно в таких международных соревнованиях. Если бы был побольше опыта, то планируется, что эта команда поедет еще раз в Европу, на чемпионат Европы, потому что чемпионство дает право путевке на поездку в Европу. То есть среди таких же команд из других стран. В нынешнем республиканском первенстве в полуфинале наша команда обыграла Казалардинцев Ардагер со счетом 7-1. В финале шахтеры встретились с шимкентской командой Динамо Кран. Противостояние завершилось победой команды Арселор Миттал Тимиртау со счетом 5-3. В этом году, наверное, было чуть сложнее. То есть команды уже, это второй чемпионат был, команды стали уже более профессионально готовиться. То есть если наша команда собрана на 80% из работников угольного департамента, угольного, стального департамента, то остальные областя привозят 90-95% сборной областей. Впереди команду-победительницу ждет очередной вояж на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году. Андрей Тенн, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау, Болонстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова